Много писать. Очень жаль, что больше с нами нет Артёма Боровика. Что можно ответить простому российскому человеку, который говорит, несмотря на то, что формально он понимает, логически, что, например, скажет, что ты говоришь в книжке, но эмоционально он не может принять, что русский человек свой закладывает мешки с взрывчаткой и умирают соотечественники. Я вам скажу, что по опросам больше 50%, а даже, по-моему, последний был 60% считают, что ФСБ взорвало дома. Единственный аргумент, который ФСБ приводит в свою защиту, это то, что мы не взорвали дома, потому что мы их не могли взорвать. Всё. Хотя, если взять историю Комитета государственной безопасности и историю уже ФСБ, так я вам скажу, что основная задача, которой они занимались, была террористическая деятельность. Андропов, допустим, он всю жизнь занимался террористической деятельностью. Ну, профессиональный террорист. Берём мы организацию, которая имеет террористическую наследственность, и происходит террористическая атака. Ну, извините, кого мы первым должны подозревать? Нам сейчас говорят, вот эти люди не могли. Подождите, какие люди не могли? Путин с Патрушевым не могли. Я внимательно изучил деятельность Патрушева. Слушайте, Патрушева, весь за Патрушевым тянется криминальный шлейф. За Путиным тянется криминальный шлейф. Путин проходит по материалам о торговле наркотиками. Прости, когда и в какие годы? И где? До 2000 года, вплоть до избрания президента. Есть документы, что он был связан с колумбийской наркомафией. Значит... Напрямую или через кого? Ну, он был консультантом в фирме, числится в фирме, заместитель которой, вице-президент которой, арестован был немецкой полицией за отмывание колумбийских денег. Верпай литвиненко за фарри от Саналиста Джорджа Рот. Он автор diversа книги к теме и кеннерам о русском мафии. Верпай, привет! Верпай, привет! Верпай, привет! Верпай, привет! Верпай, привет! Верпай, привет! что он был вреден, что он будет продать. Это что есть связи с Томбовской. Что был предъявлен, что он был вреден, что он был вреден. В начале он был в Санкт-Петербурге, в первом половине года, 1993. Потом он был в порядке до 2000. Это была такая ситуация, когда он был в Санкт-Петербурге, а потом он уже ФСБ-Cheф. Он был в Санкт-Петербурге, который был в Санкт-Петербурге. Я знаю, что ФСБ работал в Санкт-Петербурге. Он был вреден в том, что в Санкт-Петербурге было вреден. И это неизвестен, что Путин не информировал, что с СПАК было с тем, что произошло с Санкт-Петербургом. Санкт-Петербургом, это были Аппетербургом, в связи с криминалом, что он был вреден, что он был вреден. Это было воздействие. Это было предоставлено. Ну и это же, это было представлено с Герой в Личенстане. Я доказала, что сих пор эти динстоварьи, было бы через долгое время до Дресен. Я здесь у нас есть ручка для динстоварей, в конце концов, как все динстоварь, и он тоже планирует, которая национальная динстоварь, которая уже была в трактных жертвах. Динстоварь, динстоварь. ДДА-Нахритетенция, ассо-статик. Коррупцион, ДДДД. А, не только коррупцион, а коррупцион, это естественное, что никто не об этом говорит. Собственно, ассоциация, потенциал потенциал. Как я могу его политическим противником? В начале 90-х, в Санкт-Петербурге. Кто-то заработал? В сравнении данных договоров, в которых указаны суммы валютной выручки, ведущие на закупку продовольствия, а также стоимость продовольствия, с данными справки по объемам продовольствия, то есть, в том, что городу, в соответствии с этими валами, будет недопоставлено продовольство на сумму около 11,5 миллионов долларов. Тогда это будет ничего еще не будет. Я считаю, что они не знают, что они переживают вторую блокаду, я так считаю. Просто очень жалко, народу. In the export-import contracts, the prices of the traded produce are lacking. That makes it impossible to ascertain amounts of hard currency profits made in each specific case. There are reasons to suggest that partners did not intend to import foodstuffs to St. Petersburg. If you knew, что такая жизнь, ведь война кончилась. Такая страшная блокада, уже через два года жизнь наладилась, а? Да, колбаса была, еще была. Карточки отменили. Это после такого ужаса. А тут мирное и спокойное время, не войны, землетрясения, наводнения. Это что устроили? Ничьими сделали. За что же это мы? Столько потерь имели. Учились, работали. Эта столовая организована мальтийской службой помощи городов Вюрубурга и Бамберга. Не мэрии и Петербурга, заметьте. Recommendations. To refer the case to the city's prosecutor's office. To remove Mr. Putin from his position. Продолжение следует...